Добрый день, уважаемые зрители! Как мы знаем, в этом году завершается первая пятилетка реализации госпрограммы развития регионов, которая заключается в создании условий для дальнейшего формирования и развития социально-экономического потенциала областей. Сегодня мы поговорим об итогах реализации госпрограммы. У нас в гостях вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Ермек Амонтаевич Алпысов. Добро пожаловать! Здравствуйте! Первый вопрос у меня будет такой. Какая работа проделана по итогам реализации программы и какие целевые индикаторы достигнуты в развитии экономики регионами страны в 2019 году? Спасибо за вопрос. Государственная программа развития регионов принята в 2014 году. Раньше она аккумулировала элементы и жилищного строительства, и обеспечения водоснабжением. Начиная со следующего года принята новая программа развития регионов в 2020. Основными индикаторами это было, конечно, повышение уровня, основная цель, уровня урбанизации. Если у нас в 2015 году уровень урбанизации составлял выше 56%, в 2019 году уже он составляет 58,2%. В связи с реализацией программы в первые пять лет значительно улучшилось водоснабжение не только городских городов наших, но и сельских населенных пунктов. Уровень обеспеченности водоснабжением централизованным в городах достиг 94,5%, а в сельских населенных пунктах почти 60%. Работа эта дальше будет продолжаться по обеспечению, как я уже говорил, уже в рамках другой программы, начиная с 2020 года, это Нурлежер. По жилищному строительству. Раньше программа «Полжетанда Баспана» была аккумулирована, программа развития регионов, но сейчас она выделена отдельную программу, тоже Нурлежер, жилищное строительство. Мы основной упор в новой программе делаем уже на развитии непосредственно городов, населенных пунктов, непосредственно регионов. В продолжении этого вопроса, вот мы говорим о новой программе, о новой пятилетке. На какие проекты во второй пятилетке будет направлен основной пакет выделенных средств? Цель, как я уже говорил, программы развития регионов, это управляемая урбанизация. За годы независимости, как вы знаете, у нас с одного города-миллионника мы достигли уровня трех городов-миллионников. Совсем недавно получил статус республиканского города, республиканское значение город Шымкент. И мы определили для себя такие определенные наши направления работы. Это, в первую очередь, развитие четырех крупных наших эгломераций. Это столичная, шымкентская, алматинская и октябинская. Помимо этого, у нас существуют города второго уровня, 14 крупных урбанизированных зон, куда входят наши 13 областных центров и город-семей. Отдельно от этого есть крупные у нас моно-малые города с населением более 50 тысяч. 18 таких у нас урбанизированных зон. Конечно, малые города мы тоже не забываем. И отдельно приоритетным развитием в рамках АОЛ Ельбесыгэ проекта АОЛ Ельбесыгэ будет направлено на развитие опорных и спутниковых сел, имеющих потенциал развития. Это направлено на то, чтобы улучшить качество жизни во всех этих населенных пунктах и повысить благосостояние наших граждан. Вот мы говорим про проект АОЛ Ельбесыгэ. Каковы масштабы реализации проекта данного АОЛ Ельбесыгэ и какие задачи поставлены перед проектом, какие результаты запланировано достигнуть в следующем году? Это, в первую очередь, АОЛ Ельбесыгэ направлен на улучшение качества жизни сельцам. Непосредственно проект АОЛ Ельбесыгэ будет модернизирована инженерная и социальная инфраструктура в сельских населенных пунктах. Министерством проведена, сделана, разработана новая методика определения сел с потенциалом развития. Из 6500 сел в нашей стране примерно 3500, из них 1150 это опорные села, а остальные это спутниковые и приграничные, имеют потенциал развития. Мы по этой методике их определили. Сейчас в данное время в этих населенных пунктах проживает 85% населения сельчан, наших сельских жителей. В течение, предполагается, что в течение 7 лет этот проект будет работать. Мы охватим модернизацию, проведем все социальные инженерные инфраструктуры в этих населенных пунктах до 1927 года. На это будет направлено порядка 900 миллиардов тенге. Это даст именно непосредственный толчок для развития экономики села. Плюс к этому все государственные программы, имеющие направлено на поддержку предпринимательства, не только в городах, но и на селе. Это программа развития АПК, это ЕМБЕК, это дорожная карта бизнеса, будут направлены именно в эти опорные села. По итогам реализации проекта мы ожидаем, что в 2027 году в этих сельских населенных пунктах у нас будет жить примерно 90% страны. То есть 7 миллионов человек будут обеспечены качественной социальной инженерной инфраструктурой. Это школы, это больницы, это дороги, это качественные системы жизнеобеспечения. Спасибо за ответ. А сколько предусмотрено средств на реализацию данного проекта и будет ли учитываться мнение сельчан при строительстве и реконструкции объектов? Предполагается выделение порядка в течение 7 лет около 900 миллиардов тенге. И, конечно, в обязательном порядке мнение сельчан будет учитываться. Мы еще раз говорим о том, что это направлено на модернизацию социальной инженерной инфраструктуры. В первую очередь, где проблемы с питьевой водой, будут реконструированы сети водоснабжения. Где у нас проблемы с сетями электроснабжения, будут отремонтированы сети электроснабжения. Где у нас проблемы с социальными объектами и со школами, больницами, фоками, сельскими клубами. И будут модернизированы и отремонтированы эти социальные объекты. То есть, проект предполагает комплексный подход. Если в этом селе чего-то не хватает, то или иная инфраструктура или она находится в плачевном состоянии. В течение 1-2 лет в этом селе мы должны эту инфраструктуру привести в соответствии с нашими региональными стандартами. Кстати, в новой программе развития регионов приняты региональные стандарты. То есть, все те объекты, благи, услуги, которые оказывает государство и наши частные предприниматели, должны быть в шаговой доступности. У села свой стандарт, у города свой стандарт. И в первую очередь, согласно этим стандартам, мы должны обеспечить именно социальную и инженерную инфраструктуру. Для жизнедеятельности населения. Для населения непосредственно. Вот по первой интеллекту госпрограммы развития регионов, какие механизмы были адаптированы при реализации поставленных задач? В каких регионах программа в общем оказала положительный эффект? А в каких регионах еще предстоит продолжить работу? У нас в первую очередь это привлечение инвестиций. Сама программа подразумевает это не только, если в программе ярко, четко отражены выделения именно бюджетных инвестиций, и которые были направлены на бюджет развития, на решение именно социально-экономических проблем, находящихся в том или ином регионе. То и регионы, в свою очередь, второй источник это частные инвестиции. В целом предполагается новая программа выделения больше 1 триллиона тенге на развитие городов и сел по разным направлениям. Не только крупные города, но и малые, моногорода, развитие окраин крупных городов, развитие сельских населенных пунктов. Деньги из бюджета выделяются целевыми транспортами, не только из республиканского, но на паритетной основе с местным бюджетом. Плюс, конечно, социальная ответственность бизнеса, привлечение частных инвестиций для решения тех или иных проблем. В целом положительный эффект реализации этой программы оказала практически на все регионы. Но действительно, по каким-то показателям, индикаторам, допустим, по водоснабжению, городского водоснабжения у нас Акмолинская область, Мангсталовская область, Атравовская область, у нас практически 100% показатель по обеспечению водоснабжения. И, допустим, по обеспечению водоснабжения сельской местности у нас еще не дотягивает до среднереспубликанских показателей по Лондарской, Кустанайской области. То есть это говорит о том, что нам совместно с регионами надо задуматься и основное направление, чтобы выровнять ситуацию, основные средства направлять туда, там, где эти проблемы еще до конца не решены. Вот в рамках реализации новой программы до 2025 года, какая работа запланирована в регионах по формированию центров экономического роста и повышению конкурентоспособности? Мы, как я уже говорил, определили основные. Сама управляемая урбанизация, мировой тренд, это основная экономика расположена в крупных городах. Если взять в развитые страны ОСР, средний уровень урбанизации составляет порядка 77%. У нас в стране, как я уже сказал, в 2019 году уже 58,2%, в 2025 году мы планируем 62% достичь управляемой урбанизации. То есть в городах концентрируются и финансы, и инвестиции, и человеческий капитал. И теперь в новой программе мы предполагаем определенные точки роста, если это в первую очередь, как я уже говорил, 4 крупные агломерации, 14 урбанизированных зон, это наши областные центры и город-семей, плюс моно- и малые города, таких 18 урбанизированных зон. И, как я уже ответил, четвертое направление, это развитие опорных и спутниковых сел, имеющих потенциал развития. То есть 4 направления будут, куда будут направлены, в первую очередь, бюджетные инвестиции, будут привлекаться и частные инвестиции для такого динамичного развития всех регионов, независимо, в каждом регионе эти точки определены, независимо, где, как находятся. Конечно, точками притяжения станут крупные города. И в завершении, пожалуйста, расскажите, насколько усовершенствована инфраструктура городов, райцентров и сел в 2019 году? На какие направления делались основные акценты и в каких регионах, в первую очередь, проводилось строительство и реконструкция объектов? По развитию городов, несколько было направлений. Это развитие областных центров, направлялись средства на модернизацию инфраструктуры. В этом году по поручению Ель-Васе впервые были направлены 30 миллиардов тенге на развитие окраин крупных городов. Это Нур-Султана, Алматы, Шимкента и прилегающих территорий. В дальнейшем эта работа будет продолжаться. Кроме этого, реализовано 46 проектов в 17 моногородах и 9 малых городах, тоже направлены на развитие инженерной инфраструктуры. Плюс порядка 700 тысяч сельских жителей, это 53 сельских населенных пункта крупных, по проекту АУ и Ель-Би-Сегэ, прошли или проходят модернизацию именно социально-инженерной инфраструктуры, где проводятся мероприятия по ремонту школ, больниц, ремонту дорог. Это все вкупе дает такой своеобразный толчок экономического роста этих населенных пунктов. Ельмико Монтаевич, благодарим Вас за участие в интервью, за предоставленную информацию. Уважаемые зрители, мы на этом заканчиваем нашу работу. Благодарим за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok